Дамы и господа, сегодня в Одесском кризисном медиа-центре брифинг на тему по ситуации с задержанием журналиста Сергея Ильченко. Что грозит задержанному журналисту в Приднестровье? Первым выступает сын Сергея Ильченко, Николай Ильченко, общественный активист из Приднестровья Артём Аназенков, а также будет председатель исполнительного комитета Союза Приднестровцев в Украине Олег Фащевский. Я приглашаю Николая Ильченко. Здравствуйте. Вечером 18 марта моего отца задержали сотрудники КГБ. Ему предъявляют обвинение в позевых экстремизмах. Объявление явное липо, потому что отец такого не мог написать. Ну, даже по времени не сходится. Время, когда мы приехали домой и время, когда вышла эта статья. На самом деле сотрудники КГБ в основном заинтересовались отцом из-за того, что он открыто критикует действия правительства. Давал интервью на 5-м канале Украины. И поэтому его задержали. 21-го был суд. На суд меня не пустили, закрытое заседание, меня даже в здание суда не пустили. И на суде судья Водоненко вынесло решение, что на 2 месяца продлить арест. Адвокат говорит, что будет обжаловать, но маловероятно, потому что на судью оказывают давление и следователи, и сотрудники КГБ. Что значит КГБ? Комитет госбезопасности. Это как Приднестровье оно называется? Да. На самом деле? Да, Комитет госбезопасности. Ну, официально, поскольку Приднестровье не признанно. То есть вы родом с Приднестровья, ваш отец? Да. А кто вы родитель, который работает с Приднестровью? Нет, он работает, ну, старается работать за границей. Мы оба граждане Молдовы. Вы живете по месту жительства Приднестровья? Ну, живем в Приднестровье, но Приднестровье считается Молдовой. А скажите, какой город, в каком городе произошло задержание? Задержание отца произошло в Первомайске. А вы где живете? Я живу в Террасполе. Нет, вы вместе, а вы не вместе? Нет, мы не вместе живем. А мы живем в Первомайске? Да. Обыски, получается, проходили одновременно. Ну, вот, буквально отец мне звонит, говорит, что у него КГБ с обыском прошло. И ко мне начинают ломиться. Со словами, открывайте дверь, а то будем взламывать. По словам сотрудников КГБ, эта информация, которую ему прописывают, была с моего IP-адеса отправлена. Но почему-то задержали отца. А вот экстремизм, якобы, он в чем заключается? Как вы говорите, как он у нас кинетрансляции? Экстремизм, ну, тот материал, в котором объявляют, там были призывы к свержению власти в Приднестровье. То есть он реально в этой статье такое писал, чтобы свергнуть власть Приднестрова? Это не его статья. А чья это статья? А чья? Неизвестно, кто написал ее. А что, Саша, с вашего адреса написано? Ну, я считаю, что это подстава КГБ. То есть такое не писал ваш отец? С вашего адреса вроде как вы тоже не писали? То есть это как бы подстава? Да, это подстава. Ваш отец оппозиционен к властям Приднестрова? Безусловно. То есть на этой почве вы считаете, что его издержали? Да. Ну, плюс сотрудники КГБ угрожали ему открыто. 28 февраля после митинга, ну, в Террасполе проходил митинг оппозиционный. Это ну что-то с ума упала. Извиняюсь. Ну, в общем, проходил митинг оппозиционный. И мы с отцом вели съемку, ну, для себя. Сразу после митинга к отцу в Пермайск приехало несколько сотрудников КГБ в сопровождении майора милиции с требованием, чтобы он удалил отснятые материалы на митинге. Отец сказал, что без подписания суда ничего удалять не будет. Ну, хотя сотрудники КГБ сказали, что он еще об этом пожалеет. А его политические взгляды это сугубо оппозиционные к властям? Или он выступает за то, чтобы Приднестровье было в составе Молдовы? Ну, какая-то же это почва должна быть? Ну, во-первых, полностью оппозиционные к властям. А во-вторых, по мнению моего отца, если вот Приднестровье резко присоединится к Молдове, то это нанесет огромный ущерб молдавской экономике, поскольку у нас в Приднестровье все заводы резервены. И, в принципе, люди живут только за счет средств с российского газа. Это 80% всего подднестровского бюджета. А Молдова как реагирует на это? Пока еще реакции с Молдовы не было. Глава ассоциации «Промалекс» в Молдове Павел Постика пообещал вмешаться в ситуацию, если я напишу заявление. Завтра буду в Кишиневе, напишу в «Промалекс» и в ОБСЕ. Так, думаешь, нужно обращаться в МИД, потому что МИД Молдовы должен обратиться в смотре протеста. И вы граждане Молдовы, так или иначе? Попробую и в МИД обратиться. И вот мне посоветовали написать заявление в прокуратуру Молдовы. Будьте добры, расскажите, пожалуйста, подробнее немножко о своем отце, как он давно ли работает журналист, в каких изданиях работал, ну, немного подробнее. Отец работает довольно давно журналистом, уже лет 15, это точно. Ну, точно все издания за всю его карьеру я не помню. Ну, вот последнее, он публиковался на молдавском портале АВНД. До этого мы работали с ним в интернет-издании «Страйк». Кстати, поднестровский телеканал по поводу удостоверения от «Страйка» заявили, что, типа, такие удостоверения выдаются только в зоне АТО. Хотя мы были только в Киеве. Выступает на молдавских каналах, ну, украинских. Одно время ввел видеоблог, ну, видеоблог по Молдове в основном. Ну, там тоже катиковал поднестровские власти. Вроде все так. Тема нашего брифинга все-таки, что грозит задержанным? Потому что, по словам сотрудников, до пяти лет лишения свободы. За его оппозиционность или за то, что он выступает против государственной степени? Четко скажите, что они ему предъявляют? Они предъявляют ему позивы к экстремизму. Но они должны как-то сформировать, в чем они состоят, эти призывы. Есть статья, которую ему, ну, говорят, что он написал. Я, в принципе, могу ее показать, но распечатать я не успел. Там теракты, там, я не знаю. Убивать кого-то, что делать? Свержение власти... В Приднестровье? Да, в Приднестровье. Нападение на Россию. Нападение на Россию. Нападение на Россию. Кем? Молдовы? В Приднестровье. В Приднестровье. Нападение на Россию. Это очень интересно. Какому-то узен, знаете. Кто там у нас следующий? Пожалуйста. Артем. Артем Иноземцев, общественный активист. Здравствуйте. Я хотел бы обратить внимание, что это уже не единичный случай ущемления свободы слова в Приднестровье. Все началось с закрытия оппозиционных сайтов, затем оппозиционных форумов, затем уже влиялись за информационное агентство. В частности, информационное агентство «Новый регион» было также незаконно закрыто. Каким образом давление было со стороны прокуратуры. И вынудили это агентство прекратить работу. Потом также, как и Сергей Ельченко, был сделан вброс в интернет. Что я от моего имени, значит, написана была статья с такими же, типа, экстремистскими призывами к убийству граждан, милиционеров, свержению власти. В общем, таким подобным бредом. Ну, хотя, естественно, я эту статью тоже не писал. И меня, в соответствии с этой статьей, по уголовному кодексу, по 203 статье, объявили террористом. Вот я сейчас в Пронестрою чисто террористом. Я сейчас туда приехать не могу, меня тут уже привлекут к ответственности, вплоть до физического устранения. До даже суда. Сейчас же власть пошла еще дальше. Журналист, находясь в Одессе, не зная ничего об этом, вернулся домой, и ему уже инкриминируют, что вот он, находясь в Одессе, даже не будучи дома, написал какую-то статью с каким-то, опять же, бредом. Написано там, значит, я сам ее читал, эту статью, что там, значит, призывы к свержению власти. Народ, вооружайтесь. Слово оружие употреблено во статье 10 раз. И вооружайтесь, вооруженный мятеж, и так далее, и так далее. Также в оскорбительном ключе, значит, высказывания Путина, России, и так далее. А я еще могу свидетелем быть таким, что Сергей Ельченко, дело в том, что когда он был в Одессе, то он как бы не заходил в интернет, потому что он здесь был занят, не заходил в интернет. Но, однако же, с его учетки кто-то заходил на Skype, кто-то заходил на Facebook. Непонятно, какие люди. Скорее всего, это был либо взлом его аккаунта в социальных сетях, либо кто-то зашел в квартиру и пользовался его компьютером. Потом, значит, так получилось, что Сергей Ельченко, когда приехал в Тираспорт, или в Первомайском, ну, в Приднестровье заехал, то он со мной связался и говорит, Артем, что мои аккаунты взломаны. А я ему и отвечаю, говорю, ну, вы же полчаса были на сети. Полчаса назад вы были в сети. Он говорит, что невозможно это, потому что я пересекал границу. То есть он никак не мог бы находиться на сети. То есть это и является доказательством, что кто-то использовал его аккаунты в соцсетях и распространил вот эту вот статью, как, короче, именно бред написан там, обыкновенно. Потом хочу пополу сказать, что грозит ему на территории Приднестровья. Дело в том, что я даже не считаю это задержанием. Это является типичным похищением человека незаконной банк-группировкой. Дело в том, что ПМР нет такой страны. Ее в мире не существует. Не существует ее правоохранительных органов. Это просто типичное похищение. Кроме того, сын забыл сказать о том, что конфисковали всю оргтехнику. Компьютеры, телефоны, флеш-карты. Чем нанесли, опять же, имущественный ущерб? Даже сын компьютера, компьютер сына конфискован, и он не может, значит, зайти даже, он вынужден пользоваться интернет-клубом. Да-да-да, и даже его вот. Потом, что грозит? Опять же, в тюрьмах Приднестровья там полнейший беспредел творится. Там полбуханки хлеба дают на человека в день. Все равно есть невозможно. Ну, понимаете, что если здесь у нас как-то мониторят миссию БСЕ, что-то, то там никто ничего не мониторит. Республика непризнанная. Чуть что, говорят, что мы же не в США живем. То есть это не лишение свободы, это лишение жизни человека. Лишение для него жизни и здоровья. Потому что оттуда выйти ни покалеченным, ни изуродовав себя здоровье, это невозможно. Ну и опять же, по поводу того, что ему грозит только пять лет. Это они специально сейчас КГБ так говорят, чтобы люди не возмущались. На самом деле, этому человеку шьют как минимум лет 15 и более. Потому что эта статья будет ими переквалифицирована в терроризм, так же, как и я. Ну, соответственно, с большими сроками. Хочу еще обратиться к Украине с таким вопросом. Что это наш общественный активист. Он очень много писал статей именно про Украину. Про Киевский Майдан, правду. Постоянно пишет правду про события в Одессе. Про вот эти взрывы тоже, которые тут происходят. То есть это украинский активист. И он является еще, кроме того, этническим украинцем. То, что у него гражданство Молдовы, это да, гражданство Молдовы. Но человек является нашим человеком, этническим украинцем. Будет написано соответствующее заявление. И как минимум должны быть открыты уголовные дела на сотрудников КГБ. На судью, которая санкционировала незаконный его арест. Это не арест, это задержание, еще раз вам повторяю. Потому что нет такой республики. Это банк организации, банк формирования. Потом я хочу обратиться к Украине по поводу того, что... Вот было заявление МИДа Украины по поводу, что в России 20 украинцев задержаны. 20 украинцев. И к ним не подпускает консула. И вообще не лишены консульской поддержки. Вопреки тому, что Россия подписала Международную конвенцию о посольцах и консульских правах. Что такое такая конвенция? Но Приднестровье такую конвенцию не подписало. Ну потому что и такого нет в государстве Приднестровье. Это, как я и говорю, непризнанная территория. Но опять же, по Приднестровским законам, хоть Приднестровье и непризнанное, но оно обязалось исполнять вот эти вот Международные конвенции. Однако же, ни к гражданам Украины, ни к гражданам других стран никогда за 25 лет не было допущено ни одного консульского работника. Также я и обращаю внимание, что посольство Украины в Кишиневе, оно не работает должным образом. Если это посольство, если вы беретесь защищать граждан Украины, находящихся на территории Молдовы, включая Приднестровье, то эти граждане стоят на учете в посольстве. На консульском учете сейчас стоят. То есть консул должен интересоваться им, их судьбой. Если человек задержан, значит, должна быть консульская поддержка. Консул должен приезжать туда, смотреть, в каком состоянии содержат, что за обвинения и так далее. Примерно так же, как Украина поддерживает Надежду Сашенко. Только в России 20 человек содержится, а в Приднестровье и не 200 даже, а около тысячи граждан Украины с украинскими паспортами. Это я еще не говорю про этнических украинцев. Это граждане Украины полноценные, с украинскими паспортами содержатся в тюрьмах. В тюрьмах не признаны никем территориями. Есть судьи, которые выносят вот эти решения, и о их аресте. Есть, значит, сотрудники, которые арестованы. Есть фамилии этих людей. И неоднократно уже было такое, что родственники вот этих вот граждан Украины, которые задержали, проживают в Одессе. И они видят в магазине, на улице, что судью того, который посадил его родственника, незаконно. Потому что такого государства нет. Они не имеют права лишать свободы людей. Тем более лишать жизни и здоровья. Они их видят на море, они их видят на рынке. То есть Украина, получается, пропускает на свою территорию граждан, которые уничтожают практически, лишая свободы незаконно украинцев, проживающих в Приднестрове. Такого не должно быть. Потому что это монстр. А, наверное, на всю Приднестрове один единственный субтон, и у нас же маленькая, да? Нет, нет. Или там разные, там в Террасполе один, там в Бендерак второй, да? У нас семь судов, и плюс еще Верховный суд. Семь районов, семь судов. И плюс еще Верховный суд. Нифига себе. Да, да, да. Но в суде, кстати, я вам скажу, съемка, видеосъемка, фото запрещена. А вот Сергея Ильченко, суд продлевал ему содержание по страже. То есть запрещено было вообще всем находиться. Даже сын не находился. Ему запрещено. Он хотел пойти в суд, но запретили. Находиться на суде, который решает судьбу его отца. Не говоря уже про фото, видеосъемку. Это вообще запрещено по строгам. Кроме того, до недавнего времени на входе в суды в Пренистровске, на входе в суды, было наклеено объявление такое. Написано, вход строго по повесткам. То есть никакой общественный активист, ни пресса, ну если по повесткам, кто по повесткам может быть? Обвиняемый? И все. Потом же еще хочу заметить, что сейчас была произведена реформа, спустя, спустя где-то полгода после прихода новой власти, Шевчука, режима Шевчука, значит, была проведена реформа, по которой, значит, прокурора уже нет судей. Нету прокурора. Сейчас представитель Следственного комитета судей. То есть, Следственный комитет, можно сказать, шьет дело, Следственный комитет обвиняет, но правда еще судья сажает. Вот еще, еще только следователь не сажает. Вот такая вот реформа была введена. Кроме того, Следственному комитету были даны вообще просто сумасшедшие полномочия, они могут зайти без обыска, просто, как у них в статье написано, в статье закона о Следственном комитете, в случае подозрения о том, что в этом доме или в том помещении совершается преступление. Ну если оно не совершалось, мы скажем, ну извините, мы подумали, что совершается. и пойдут дальше. Не надо ни ордера, ничего. То есть надзорных органов типа прокуратуры не существует вообще? Нет, прокуратура существует, но она урезана в правах. Но она не поддерживает обвинения в суде, да? Она не поддерживает обвинения в суде. Я говорю, в суде поддержит следователь. Какие? Так, если есть какие-то вопросы? Давайте Олега послушаем. Спасибо. Олег Панцевский, председатель столкновенного комитета Союза к институту. Добрый день. Я хотел бы вот вам рассказать ситуацию, как я ее вижу. Я его не знаю лично, но мы общались с ним по телефону, по скайпу. И у него 4-го числа был проведен в Террасполе митинг. На этом митинге собрались в основном пенсионеры, которым Шевчук урезал на 30% пенсию. Только можно. Понимаете, можно сократить, если в государстве тяжелое положение, бюджетинка. Но пенсионеры, они уже свои деньги заработали. Понимаете, заработали еще до Шевчука. И им обязаны выплачивать пенсию. Он просто берет и говорит, я вам когда-нибудь отдам эти 30%. Об этом очень хорошо, кстати, написал Ильченко. Он присутствовал на этом митинге, он фотографировал этот митинг. И как он сам потом написал, к нему пришли 6 КГБшников, потребовали у него эту камеру, чтобы засветить пленку и тому подобное. Он категорически отказался. Они ему сказали, что они ему это припомнили. Ну, 17-го числа, за день до ареста, президент Приднестровья Шевчук проводит совещание с силовыми органами. Я думаю, что на этом совещании была дана был дан зеленый свет. И 18-го числа эти негодяи арестовывают журналистов. Потому что я по-другому на них сказать не могу. Это журналист, который обязан по своей сути показывать людям, тем более, митинг, они же разрешили. Это был разрешенный митинг. Он ничего не сделал плохого. Он сфотографировал, выставил свое мнение, на которое имеет право каждый человек. и в интернет его выложил. Я вообще хочу сказать, да, Ильченко не гражданин Украины, но в Украине проживает 100 тысяч граждан Украины. 100 тысяч, которые они добровольно ой, извиняюсь, пожалуйста, в Приднестровье, которые добровольно они могли бы стать гражданами России, гражданами Молдовы, но они чувствуют себя в душе украинцами. Многие из этих украинцев были на Майдане и многие из этих украинцев сейчас защищают целостность Украины от агрессии. Сами знаете кого. Это вот. И теперь дальше я хочу сказать вот союз Приднестровцев Украины хочет обратиться к Верховной Раде, хочет обратиться к президенту Приднестрова Порошенко. Ведь есть же действительно реальные механизмы наказывать этих людей. Вот вы поймите, что действительно вот Артем говорил тысяча украинцев сидят в тюрьмах. Вот посмотрите даже бизнесмены умирают в тюрьмах. Вот Ильченко по совершенно безумному какому-то обвинению арестовывает. Так это известный журналист. Что там говорить об этих людях, которым дают по 3-5 лет за то, что он там какие-то яблоки собрал. У нас очень много просто вот этого записано с украинским флагом не дай бог выйдя в Приднестровье. Там же шестерия у них начинается. Опять же что хотелось сказать. Вот посмотрите как действует например Россия в этой ситуации. Они просто берут и объявляют Яроша героя Украины там провалившего кровь вне закона. Вот если Ярош перейдет границу с Россией представляете что с ней будет. Или Надию Савченко героя героя Украины они просто украли и содержат и несмотря на все там мировое сообщество которое просит и разными способами хочет оттуда выручить эту великолепную женщину они ее там гнобят. Что делает наше государство чтобы защитить вот этих людей. Вот даже возьмем этих пенсионеров у которых есть украинские паспорта. Ведь их сейчас обрекают голоду. Хорошо что вот возьмите Кучурганы в Украине. Там же очереди сумасшедшие. Мы же заедем в субботу и воскресенье посмотрите. Люди переходят границу чтобы здесь купить дешевую еду. Чтобы им хватило. Понимаете никто уже ни о чем не думает в Приднестровье из пенсионеров только именно покушать хотя бы. Покушать. Вот их еще выручают то что в Украине цены в 3 раза дешевле чем в этом Приднестровье. Понимаете почему наши органы никак не реагируют. Почему эти негодяи которые задерживают граждан Украины у нас же есть фамилии. Почему их не объявляют в розыск. Если бы один два человека здесь их прилюдно судили за то что они занимаются беспределом я считаю что беспредел бы закончился как бы там не травили бы народы но знаете своя шкура важнее и никто бы беспределом не занимался. А так вот смотрите что им мешает извините меня убить на Мельченко. Ну что им мешает вот бизнесмен Трубников умер в тюрьме вот год мы об этом Трубим ничего ноль все все как будто бы надо. Они его посадили в тюрьму он через 5 месяцев умер парню 36 лет. Сейчас Ильченко посадили. Мать как-то надо из этого выходить. Мне кажется сейчас вот такой момент когда журналисты когда должна Украина протянуть руку помощи потому что потом будет поздно. Такие как Ильченко это зеленая травка в этой серости которая не побоялась которая писала правду о том что происходит. И сейчас люди которые молодые которые за ним шли если они увидят что Ильченко гноят в тюрьме понимаете ну там потом нам некому помогать будет вот в чем дело. А что мы можем сделать? Мы можем я вам расскажу что мы можем делать мы можем что делать мы вот союз Приднестров все в Украине мы посоветовались и мы решили если Ильченко не будет освобожден через две недели дадим так им срок две недели значит мы соберемся мы проведем предупредительную акцию на границе есть такой Кучурганский мост он ничейный это он не территория Приднестровья не территория Украины мы вот там соберемся и перекроем дорогу на один час для вот этих вот чиновников и для ну для так скажем судей прокуроров для тех людей которых мы знаем что они там есть чтобы они не смогли заехать если кстати я хотел сказать что я поговорил с людьми с журналистами с Кишинева с Молдовы они в это же время согласны вместе с нами перекрыть дорогу в направлении на Молдову чисто такой предупредительный акт если они и после этого не поймут ну значит будем какие-то посты выставлять если государство нам не поможет в этом будем посты выставлять и останавливать этих людей и каким-то образом там задерживать там предъявлять им обвинения отводить их самих значит в украинский суд ну а что нам делать по-другому мы больше ничего не можем сделать понимаете если он не сможет даже с женой выехать просто вот этот же самый следователь или вот этот самый ну самый судья который вот сейчас два месяца дал Ильиченко он же понимает что это бред бредовое обвинение понимаете это к каждому пришли они его арестовали в компьютер ему написали ведь никого же нет ни понятого никого они ему написали вот там в компьютере вот это ты написал ну так каждому домой могут прийти и каждого забрать не ну это то есть бешеная привычная конечно да но сейчас вот люди они очень сильно смотрят на Украину но больше не на кого смотреть они видят что здесь есть реальные перемены что здесь люди выкнули глоток свободы я считаю что вот так вот надо пусть и нам я так созванивался должны помочь с Евром и Дана тоже очень сильно в Одессе возмущаются этим но это опять же надо выглядеть на высокий уровень такой понимаете на высокий уровень но есть у них возможности перекрывать дороги опять же у нашего государства а вот есть ли такое предложение чтобы не сын ну я забыла как извините Оля да